Своих не бросаем, к своим приезжаем. Югорчанин на личном автомобиле отправился в зону СВО, чтобы передать гуманитарную помощь. Сергей Кирюхин собрал целый прицеп посылок для мобилизованных земляков. Такие случаи, когда инициатива исходит от отдельного человека, а не организации, в стране происходят все чаще. Что побудило мужчину заняться волонтерством и кто помогает в благом деле, расскажут наши коллеги. Сейчас Сергей находится в отпуске, поэтому и решил съездить, отвезти гуманитарную помощь военнослужащим. Работает он в поселке Перегребное. Сначала собрал посылки и письма от школьников там, а потом приехал загружаться в Югорск. Но главная причина, почему он решил поехать, это сын. Его мобилизовали в октябре. Сергей еще тогда пообещал себе обязательно навестить его и других ребят, передать привет от близких и посылки. Наша съемочная группа тогда тоже провожала бойцов и сына Сергея в том числе. Молодой человек решил пойти добровольцем. Я получаю высшее образование и была бронь на работе. Как-то хотелось, наверное, плюс присягу давал. И все, что происходит, меня не совсем устраивает. Плюс много моих близких уже там. Отец сыном гордится и с нетерпением ждет встречи. Во-первых, тоже долг родине отдать. И у меня сын участвует в специальной операции. Хочу увидеться с сыном, конечно. Поддерживаете связь с сыном? Что говорит? Как настроение? Как погода? Да, сейчас уже у них тепло. Настроение у них вообще отличное. Боевое. Вот они только приехали с заданий. Вот сейчас они как бы отдыхают. Вот. Ну, ребята служат родине. Специально для поездки Сергей купил прицеп, чтобы взять как можно больше груза. Для сопровождения машины в зону СВО удалось договориться с благотворительным фондом «Добрый ангел» города Ростова, чтобы проехать с гуманитарным конвоем. Настроение перед дальней дорогой у Сергея отличное. Мешки с маскировочными сетями, окопные свечи, нательное белье, продукты длительного хранения, наборы сухого борща и многое другое отправили наши волонтеры для мобилизованных югорчан. Бывают такие случаи, что люди обращаются к нам, что едут к ребятам в зону СВО и предлагают свою помощь по доставке грузов гуманитарных. Поэтому мы не отказываем, всегда помогаем, отрабатываем заявки по нужному направлению. Где-то соединяем, объединяем несколько заявок, связываемся с ребятами. Сергей обещал передать не только гуманитарную помощь, но и письма, продукты и пожелания от всех друзей, родных и близких, от югорчан, всем нашим бойцам, кто сейчас защищает рубежи нашей Родины.